Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ с последними событиями к этому часу в студии Махач Курбанов и короткий анонс. Текут не только реки, но и деньги. В Дербенте абонентская плата для водоканала утекала в карманы чиновников. Глава гордых из Риа Бакаров решил проблему по-своему. Очистка зерна, разбор яблок и паразиты через микроскоп. Студенты Аграрного университета попали в НИИ карантина растений на экскурсию. В Красноярске определились первые обладатели золотых наград международного турнира Иван Ярыгин по вольной борьбе. Подробности сегодня в выпуске. Централизованная система водоснабжения Дербента перейдет в ведение вновь созданного управления. Глава города Хизрия Бакаров уже подписал соответствующее постановление. По его словам, организации, обеспечивающие водоснабжение в городе сейчас, в основном искусственно доведены до банкротства. И если еще недавно долг предприятий перед кредиторами составлял не более 10 миллионов рублей, то сейчас это около 200 миллионов. Теперь абонентская плата будет собираться в МУП в едином расчетно-кассовом центре, созданном при администрации города. При этом все платежи будут автоматизированы. Экс-министр молодежи Дагестана возглавил Табасаранский район. Депутат Народного собрания Магомед Курбанов избран главой сроком на 5 лет. За него проголосовали подавляющее большинство местных депутатов. Прежний глава Лавудин Мирзабал-Лайф руководил районом с ноября 2013 года. Примерить белые халаты, заглянуть в микроскопы и ознакомиться с приборами по выявлению вредителей сельскохозяйственных культур. В день российского студенчества учащимся Аграрного университета сотрудники научно-исследовательского института карантина растений провели экскурсию. На встрече студенты ознакомились с отделами и лабораториями центра, проводимой работой и исследованиями. Специалисты рассказали ребятам о процессе чистки зерна и разбора образцов яблок других культур, а также о паразитах, которые серьезно вредят сельскому хозяйству. И, конечно же, о том, как с ними бороться. Также руководство лаборатории пригласили желающих связать свою жизнь с растениеводством или исследованием карантинных объектов прийти на стажировку в центр. По управлению Россельхознадзора по республике Дагестан неоднократно проводится акция «День открытых дверей» для студентов. Подобная работа будет проводиться и в дальнейшем для профессиональной подготовки кадров. Мечети уже давно перестали быть только местом для поклонения. Здесь люди еще получают духовное просвещение. Поэтому каждый, потративший средства на их строение, приносит пользу не только себе, но и обществу. В поселке Семендер, городом Хачкалы, никак не завершится строительство мечети. Из-за нехватки денег стройка затянулась на несколько лет. Местный джамат сделал все возможное, но без помощи со стороны уже не обойтись. Абдулла Алиев побывал на месте. Мечети – места, где любой желающий может найти умиротворение, уединяясь помолиться своему Создателю и отвлечься от мирской суеты. Это место сближения верующих и укрепления их единства. Здесь можно духовно обогатиться и получить ценные знания. В хадисе пророка, саллиллаху алейхи вассалям, говорится, что человек, который построит мечеть в размере гнездышка Куропатки, тому Аллаху Тааля возводит дворец в раю. Мечеть в размере гнездышка не бывает. Имеется в виду, хотя бы маленький вклад, кто сделает в строительстве мечети, этому человеку Аллаху Тааля возводит дворец в раю. Изначально мечеть на улице Братская, поселка Семендер, была построена усилиями местного джамата. Со временем созрел вопрос о ее расширении. На средства прихожан мечеть была заново перестроена и стало в мечети еще большее количество людей. Но до конца, к сожалению, строительство не завершилось. У мечети до сих пор до конца не достроена крыша. Конечно, ждем. Уже сколько лет мы его строим. Силами нашего джамата. Иногда выходим и с других мечетей тоже просим. И соседи ближайших улиц тоже помогают. Короче, большое значение имеет. Для нас у джамата он был необходим. В этих целях мы и расширили. Он был маленький у нас. Мы построили, но силы не хватило, чтобы доделать. Нормально и средства не хватило. Честно говоря, здесь должен был быть второй этаж. Но когда уже финансы начали поджимать, когда джамат уже в какой-то мере истошился, уже второй этаж стал что-то вроде из фантазии. И осталось хотя бы просто поставить крышу и закончить на этом. Думаю, такая мечета хватит для данного поселка. Но если поселок уже будет расширяться в дальнейшем, и придут новые люди, уже нужно будет думать, как поднять крышу, поднять второй этаж. В этой мечети пятничный намаз уже не совершается. Но для каждой коллективной молитвы местные жители приходят именно сюда, так как поблизости нет другой мечети. Также стоит отметить, что здесь ежедневно проводятся уроки по религиозным дисциплинам. В этом поселке проживают практически все нации, которые есть в Дагестане. И все они объединяются вокруг этой мечети, вокруг постройки этой мечети. Все приходят, кто-то уроки получает, кто-то на намаз приходит, с людьми встречается. Мечеть наша, она носит объединяющий характер. Здесь дома строятся, люди переезжают, молодежь растет, люди больше в мечеть ходят, на уроки ходят. И сколько лет уже проходит, медленно идет работа. На данном этапе мы завершаем крышу, делаем крышу, но, к сожалению, чтобы оплатить материал, оплатить работу, полностью у нас не хватает средств. Работа в мечети идет, но очень медленными темпами, и в любой момент могут закончиться средства для завершения стройки. Одним из главных выходов из сложившейся ситуации может быть помощь от неравнодушных людей. Даже за малую помощь, оказывающую в мечети, мы можем получить огромное воззнаяние в следующей жизни. Парадокс, но мы должны быть рады тому, что пока еще есть такие недостроенные мечети, и мы можем поучаствовать в их строительстве. Абдулла Алипь, Юзгитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. С обзором коротких новостей моя коллега Карина Баталова. Сенаторы предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств, работающих сим-картой. Если устройство не зарегистрировано, и его АМА нет в базе данных, то оно не будет работать в сетях сотовых операторов. По словам автора проекта Людмины Боковой, так можно будет положить конец обороту ворованных смартфонов. Регистрация будет стоить не дороже 100 российских рублей. В Дагестане при получении взятки поймали двух ревизоров. Сотрудники Управления казначейства по республике проводили плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности войсковой части, что находится в Махачкале. Выявив нарушения финансовой дисциплины по различным направлениям, они потребовали от начальника тыла войсковой части за сокрытие выявленных нарушений деньги в размере 600 тысяч рублей. Усомнившись в правомерности действий проверяющих, представитель войсковой части обратился в правоохранительные органы. По факту получения взятки возбуждено уголовное дело. Подозреваемые доставлены в следственные органы. 15-летний подросток из Красноярского края едва не устроил очередной шутинг. Сегодня с утра Павел Климец из поселка Оболакова взял ружье у деда и поехал в местную школу. От остановки он шел через лес, и это всех и спасло. Там его заметили местные, набрали в полицию и подняли всех на уши. К тому моменту, как школьника выцепили, он уже успел прийти к школе номер один. Он планировал разобраться с каким-то обидчиком. Ему помешал участковый, который догнал парня у входа в школу. Паша успел выстрелить только один раз в воздух. Сейчас он задержан. В России стали реже подделывать купюры. Об этом сообщается на сайте Банка России. Всего зафиксировано снижение количества фальшивых банкнот на 15% до 38 504 купюр. Как правило, злоумышленники подделывают банкноты крупных номиналов. Так, в прошлом году было выявлено более 27 тысяч фальшивых, пятитысячных и 9 тысяч купюр номиналом 1 тысяч рублей. Новые денежные знаки 200 рублей и 2 тысячи рублей подделывают реже и хуже всего, печатая банкноты на цветных принтерах. И о спорте. В Красноярске сегодня определились первые обладатели золотых наград международного турнира Иван Ярыгин по вольной борьбе. С итогами второго соревновательного дня нас познакомит мой коллега Курбан Рагимов, который в эти дни работает в столице Сибири. Ему слово. Эта атака, пропущенная Абазгаджи Магомедовым в самом начале финала против Муслима Садулаева, стоила ему победы. 4 балла Хасавертовец все же отквитал, однако вырваться вперед победитель молодежного первенства мира так и не смог. Не хватило буквально нескольких секунд. Не знаю, я все сделал. Моя что-то сил не хватило. Моя же гонка тоже что-то подействовала. В конце мог взять балл. Не получилось. Сейчас постараемся в следующий раз взять реланш. Мешало все к лучшему. Первое мужское золото Ярыгинского досталось чеченскому вольнику. Поправлять положение сборной Дагестана пришлось Магмед Расулу Идрисову. Действующий чемпион России справился с задачей на отлично. Но он вчистую переиграл Николая Ахлопкова из Румынии. В этом же весе бронза у Рамазана Ферзалиева. Ну это для меня был очень важный турнир. Это был отбор на чемпионат Европы. Поэтому на чемпионат Европы попасть для меня важнее всего, наверное, было в данный момент. Вот я счастлив, что я осуществил свою небольшую мечту. Надеюсь, что попаду я туда и смогу и там повторить такой же. Статус лучшего борца в весе до 70 килограммов подтвердил Магмед Расул Газим Агамедов. В схватке за золото двукратный чемпион мира положил на лопатки монгольского вольника Ганза Рига. Перед этим в малом финале Розамбек Жамалов взял реванш у Давида Баева. То есть ты настраивался? Все схватки были хорошие. На всех настраивался. Настраивался на каждого, наверное, как на финал, да? На каждого соперника? Да, на каждого. Я на каждого готовился и не думал о следующем схватке. Задача была выиграть и на каждую схватку я ходил выиграть. Дальше будем готовиться также, еще лучше. Будем готовиться сначала на Европу, потом сначала на Россию. Хочу на Россию выступить на 74 килограмма. Но мы это обсудим с тренером. В копилку Дагестана золотая медаль добавилась сегодня и в женской борьбе. Представительница спортшколы имени Садулаева Виктория Ваулина была вне конкуренции в весе до 55 килограммов. Сегодня на Айрыгинском турнире определились также финалисты в трех других весах до 65, 79 и 125 килограммов. Если в первый день турнира наши борцы были представлены во всех трех весах в финалах, то сегодня не обошлось без потерь. До главной стадии соревнований не дошел наш тяжеловес Саид Гамидов. Но команду Дагестана реабилитировали хасавюртовцы Ахмед Чакаев и Ахмед Гаджимагомедов. Первый в полуфинале взял верх над Гаджимурадом Рашидовым, а в решающем поединке медалисту чемпионатов мира будет противостоять яркий вольник из ТВ начинку Улар. Финалисты в весе до 79 килограммов определились по круговой системе, все плюсы которой на себе испытал Ахмед Гаджимагомедов. Он уступил Магомеду Рамазанову в первой схватке, но после двух побед имеет шансы взять реванш. Схватки за золото второго дня пройдут завтра после 14 часов по московскому времени. Рано утром в спор за выход в финал вступят борцы в весовых категориях до 74, 86, 92 и 97 килограммов. Курбан Рагимов, Магомед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин